В России нефть это один из ключевых источников дохода, а благодаря территориям страны запасы черного золота можно считать крупнейшими в мире. Но перед нефтяниками рано или поздно встает вопрос, где бурить дальше? Где искать лучшие месторождения нефти, например, в Западной Сибири, в Восточной Сибири, но и также и в европейской части России. Сегодня очень много говорят о будущем российской нефти, как о баженовской нефти, о домоняковой нефти. Это нефтематеринские толщи, в которых они очень богаты органическим веществом, но если, скажем, эти плоти очень нагреть, то в них образуется нефть. Нам нужно, например, сегодня знать, а где же, в каких местах пробуют эти скважины, чтобы получить лучшие дебиты. Добыча нефти – это не только очень тяжелый, но еще и дорогостоящий процесс. Для того, чтобы упростить этапы производства, а добычу сделать более дешевой, нефтяные компании и государство активно инвестируют в университеты для получения инноваций. Буквально недавно мы выиграли такой грант. Михаил Михайлович Буслов приехал к нам, мы с ним обходим лабораторию, его владение будущее. И мы намереваемся через три года, через трех лет, создать лабораторию в Казанском университете, которая будет заниматься фундаментальными и прикладными исследованиями в области изотопной геологии. Конкретнее, это область, связанная с датированием горных порогов, датированием объектов, датированием процессов геологических, значит, геологическом прошлом. Руководителем Евразийской геохронологической лаборатории Казанского университета станет опытный ученый Михаил Буслов. Задача лаборатории – это подготовка специалистов и научных кадров, а для достижения этих целей осталось не так уж и много. Довести до промышленного состояния лабораторию, закупить определенные приборы, обучить персонал, который курировал эти приборы – это первое. И второе – это решение тех научных задач, которые поставлены в рамках этого проекта. Можно с уверенностью сказать, что у данной лаборатории большое будущее, а какие результаты будут достигнуты – покажет только время. Алия Кашин, Лев Халиулин, Универньюз.